Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко, добрый вечер. На смену умовам на дворье, больше характерным для початку весны, знову пришла зима. Сегодня Гомельщину накрыло снегом. Паривы ветру достигали 15-20 метров за секунду, что отповедает оранжевому зроню небеспеки. Несприяльные умовы на дворье отбились на дорожном становище. За день в области отбились два серьезные дорожно-транспортные здоровья, у которых два человека загинули, трое отримали ранения. В Гомеле ветром сорваны афиши, сустракаются поваленные древы. Однако, по информации областного управления МНС, надзвычайных здареньев и обрыва у линии электропередач не зарегистровано. Ты мне меньше автомобилей под древами левш не покидать. Завтра ветер стихнет, чекаются короткочасовые опадки в выгляде дождю и мокрого снегу. Местами слабый туман на дорогах гололедится. У ночи температура по ветру снизится до минус одного. У день будет до плюс четырех. По прогнозах синоптиков, отповедный характер на дворье захавается на ближайшие некольки джон. Разом с тем будет назираться поступовое повышение джонных температур. Так, у неделю слубки термометров могут подняться до плюс шасти. За 2015 год у хамельчан было конфисковано больше за 200 земельных участков, тех, до сваения яких господары не приступили у отведенный термин. Такую информацию подчас встречи с журналистами огучил начальник землеупродковальной службы Гарвы Конкама Игорь Дьячкоу. Размова была присвечена проблемам и перспективам в использовании пустующих земельных участков, которые находятся у межах областного центра. Так, на проведение будовничо-монтажных работ, отведенный один год, на полное узведение жилого дома. Три. До того ж грамадяне мают право на так званую консервацию будинка на розных этапах работ. По законодавстве, период будовництва может быть продолжены термином до восьми годов. Коли ж грамадянин не проступил на протягу першага года до засвоения земельного участка, Гомельский Гарвы Конкам накеровывая ему предписание об необходности почать работы на протягу одного месяца. Коли ИГЭТ и ПИРЭД не выкористаны для початка будовництва, принимается решение об конфискации участка. Однако донести подобную информацию до грамадян не завсёды з'является махчимым. Имели место быть такие случаи, когда граждане просто не приходили на почту. Значит, если почтитель приходил к нему домой, они не открывали двери. То есть они не получали должным образом это уведомление. То есть, соответственно, мы не могли начать административный процесс. Сейчас по данным фактам уже больше половины граждан отработаны совместно с ОВД. То есть уже некоторые граждане привлечены к ответственности. По всем фактам, выявленным, проверкой КАК, все факты будут утренены. Сегодня у Чарзе на отримании земельного участка находится коля тысячи человек. Что тыдень, колькась заяв от их, кто мая потребу у поляпшени жилёвых умов, повеличивается. Все лето гомельских арвыканкам мая намер задоволить запыты, як мага большей колькости таких грамадян. Сегодня у Гомеля открыли обновленную кинозалу «Миньон» у видеоцентра «Октябрьский». Для премьерного показа были обраны романтичные комедии «Рымские спадканни» и мультфильм в формате 3D «Медведи буни» и «Мничая зима». Модернизованный объект «Миньон» стал четвертой лечбовой кинозалой у Гомеля и девятой в области. И она различена на 20 месяцев для глядачоу. Великий экран, комфортные креслы, якосный гук. Кинозал оснащен самым сучасным кинопроекционным обсталяванием и акустичной системой, что створяет иллюзию полного погружения в фильм. В обновленной кинозале плануется показывать новинки кино в лечбовом 2D и 3D формате. «Миньон» будет радовать своих наведывальников с усветными премьерами, с тушками в стиле арт-хаус, молодежными и семейными фильмами. Особливостью станет послуга кино по запыте, где, кроме основного репертуара, у глядачоу будет макшимасть робить самостоянный выбор. С фонду фильма у видеоцентра они смогут запытать картины минулых годов або новинки кинорынку. Кино по запросу – это уникальная услуга, которая, я думаю, что, наверное, в республике мне неизвестен опыт применения такой услуги, когда люди смогут прийти и посмотреть фильм из нашей библиотеки, в том числе и фильмы, которые у нас так называемые мировые премьеры. И, конечно, этот зал продолжит работу в реализации нашей социальной функции. Будут проводиться кинолектории, будут проводиться различные тематические показы, в первую очередь для учреждений образования, для учащихся в учреждениях образования Советского района, города Гомеля, по различной социальной тематике. Просто цифровое оборудование предоставляет нам новые возможности. Сегодня у Добрышским райвыконками. В урочистой обстановке подячный лист уручили же хору везки корма Добрышского района, и ки вырытывал на пожары четырех человек, трех детей и пенсионерку. Коля, че трех один ранец, и мужчина стал сбираться на рыбалку и почув от мати, что соседняя хата охоплена полымем. Рыбалка, увы, никуда не отбылась, зато и рыбак стал героем. Подрабязности Александра Хамоли. Чувство долга, чувство ответственности – это определяет самое главное настоящего мужчину. Теплые слова, высокая оценка дзейням у надзвучайной ситуации, повага за мужность и самоотданость. Про 113 дзен после пожара Сергей Перолома отрумал подзяку от кировництва Добрышского района и территориального отдела МНС. Али героям себе не лишить, а ворочный его месяц и так поступил бы кожный. Немножко руки порезал, но это уже позаживало. 29-го студеня Сергей выротовал на пожары увезки корма пенсионерку и трех детей, хлопчика и двух девочинок. 14-годовая надзея, какая пережила ту кошмарную ночь с особливой теплой нёй, сустракая своего воротовальника. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Как рука? Нет, заживает. Нет, хорошо. Как Лёха? Нормально. А в том, что полмем охоплена суседняя хата, каля 4-го один ранец и Сергей пошел от мати. Неоткладно кинулся на место сдарения и убачил окне детей, которые кликали об допомозе. Отсутность даху обгорелые стены и страченная майомость. Вот так зараз выглядая дом, где отбылся пожар. Сказано уявить, что сдарилась, каляб на место сдарения своечасова не подоспел Сергей. А чаху сгорания находился на веранде. Дети и их бабуля не могли покинуть помешкание празу в охот. Сергей разбил окно в зале, выломал раму и по чарзе вытягнул дятей. Каб выртовать пенсионерку, пришлось лезть в помешкание. Детей забрала моя мать сразу, там руки были порезаны, казала. Первую медицинскую помощь, там перекись поперементовали, а потом они уже пошли к своим родственникам. Мать Наде и Пагетель не оправилась от шоку, а вельме подчиняя своему суседу. Дякую же саму верности Сергея, дети у семьи Рудянок 29-го студене теперь будут означать свой другой день на роджение. Конечно, такой поступок, именно смелый поступок граждан, проживающий в этой деревне, он, несмотря на то, что сказал своей матери, что мама вызывает спасателей, и сам сказал, я побежал спасать, потому что знаю, что в доме находятся дети. Именно такие действия характеризуют настоящего мужчину, настоящего спасателя. За проявленный высокий профессионализм при выротовании людей, звичайной рабочей Сергей Пероломов будет номинирован на звание «Выротовальник года» в областном конкурсе МНС. Однако, как признался сам народный выротовальник, для его самая высокая узнагорода – макшимость бачить своих суседей живыми и здоровыми. Александр Гамоля, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». У «Гомель» распочались мероприемства, присвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, яке означается 15 лютого. Яны пройдут во усіх городах и районах в області. Беларуский фонд «Миру» в геттое дни наведывает их, кому такие встречи потребны в первую чергу. Сегодня активисты организации завитали до Михаила Аниськовича. Зараз таких, як Йон, воинов-интернационалистов, инвалидов первой группы, во усею Гомельской области усяго пять человек. Михаилу Владимирович про войну вспоминать не любить. Йон был призваны на службу у Афганистан, коли йому было сяго 18 годов. Прос два годы отримал сурьозну травму позвоночника, і толькі празнікалькі годы реабілітація у шпіталях вернувся у Гомель. Щоб мир был, дружили, і конфліктів не було, і молодежь, щоб не воєвала більше нигде наша. Ну і все, в общем, здоров'ю. Фонд «Мира» – це миротворчевська організація, і тому наша головна задача – «Именно благодарить тех, хто обеспечує мир, дружбу, согласие. І сьогодні ми в канун праздника, Дня вывода советських войск Афганистана, чествуем воїнам-інтернаціоналістам, які исполняли свій долг перед Родиною. І вони внесли, я считаю, определенний вклад іменно в то, щоб був мир, дружба на планеті. І ми не дажні забувать об цих людях, ми дажні їх навіщать, говорити їм добрі слова, і в силу наших можливостей оказывати і моральну, і матеріальну підзірку». Самый старий жахар Гомельській в області проживає у Речіці. Маре Романенка народілася 14-го сакавіка 1910-го года. У гэтым жа годі, але крыху пазній, народіліся так само Ганна Камарова со Жлобіна і Ганна Климова, так само зречіцы. А вось самый старий мушчина нашого регіона сьогодні прапісаны на Брагіншчіне. У гэтым годі йому сполніться 105 годів. С долга жахаром сустрілся Олексій Нціроў. Веска Лениніц, навіть по масштабах Брагінського района, невелікая, сьогодні тут проживаючі всіху някакі чалавек, сьогодні і один з самых старых жахаров Гомельській в області. У вогулі, якав Гацко, народіўся ў вісца Валаховщіна Брагінського района, тепер іна знаходіцца ў зоні очужінням. У той час жыцьо на беларускім палісі було з усім непростам. До того ж, прастрі годы пачаласі перша сусветная вайна, на якую забрали частку мушчин. Потім революція, окупація войсками Кайзеровській Германии, вызваління і коллективізація. У господарца, якав Гацко, працаваў на пасадах, які зараз называюць поляводчымі. У 39-му САЮзі вясілиўся гунну военну абавязанась і з мая 41-го бацька троіх дзятей боец Червонной армии. Ізнов вайна, на гэты раз вялікая чынная, правда, довга паваўаць сапёру Якову Гацко не пришлося, ў Кастрічніку трапіў палон. Кажа, што спачатку накіровалі ў Францію, правда, стаго лагіру ён утёк. Але колькі можа протрымацца ў чужой краіні чалавек, які не ведае ні одного заміжнага слова, а таму знов палон і канцлагір, на гэты раз ў Германе, дзе ўн докладна знаходзіўся, довга жахар ўжо не памятая, але узгадываю, што прыходзілася вельмі цяжкам. На роботу ганяли нас самолёты налячаць на горадчику, да, разбабяць, так ганяли, убираць каміння. Аб Лёсі Бацькі яго сім'я нічого не ведала до версні 45-го, калі ён пасля вызваління, някакі місяців ёшы праслужуў ў Червонной армии, пасляча год демобілізаваўся. Правда, негде дзе на добрый армістський паёк гэтага часу не хапіла, каб поправіць здоров'я. Дачка Александра узгадывая, што спачатку Бацьку навыць не пазнали, настокі змянівся. А што б тады побачили, так адны кості попроходзіли. Гэты ўножа пазабываўся тепер, так ўножа не знае. А тады пашоў, розсказуваў, так на голові волас падымався. Як іх кормілі і білі, каже, іх там, ака заставлялі ці копу капаць, галудныя там, дзе, каже, дадареш ліба кусочек хто даць. Дак што ж, маладому, што за кусочек ліба. У мирныны час, як ў Гацко знов працаваў ў господарцы, пасля Чарнобыцкой авары і аднасэння родной вёскі да зоны адчужэня, пераехаў ў Лениниц. Гэты населіны пункт так сама дечіца адсэненам, але некакі семіў тут живуть. Нікуды бош, Долгожыхар пераўжаць не збіраецца і разам з власными деціцьми, чакая на свео ста пяти годзе, п'ять унуков, чатырог правнуков і чатырог праваправнуков. Алек Сентюров, Ёлкен Макеўнка, тэлья радокампанія Гомель, Барагинскі район. Сказ про Ивана Меліжа презентавалі у Гомельской обласной универсальной бібліотецы імя Ленина. Гэта не літературны твор, а экспозиція, празвічанная народному письменніку БССР, які народзіўся на Гомельской зямлі. Многі прадметы выставы заховыліся уродных літератур і до гэта га недзе не выставляліся. Однымі з перших іх убачылі нашы коррэспандэнты. Кнопок гэтай трукарскай машинкі краналася рука одного з самых выдатных літератур у Беларусі. За ёння одну гадзіну прасядзіў письменнік, чая творы складаюць скарбніцу беларускай культуры. 95 годзі з дня народження народного письменніка БССР Ивана Меліжа у Гомельской областной бібліатеці ім'я Лініна отзначили відкритюм унікальні експозиція. Тут можна убачить особистые речі письменніка, підписанні книги і фотографію з семейного архіва. Практишно усі експонаты передала удар у станові дачка літературі Ларисы Івановны. Експонаты доволі цікаві. Наприклад, залікова книжка студента БДУ Ивана Павловича Меліжа, у якій окрім отзнаків видатны, інших отзнак нема. Так само тут зміщені і лісты дародних, а так само діти писали ему кальйон, хворил і був на Уялці. Іван Меліж доволі часто навіть в Гомельщині і обласну бібліотеку ім'я Лініна у приватності. Пам'ять об цих зустрічах до гетель заховує книга гонорових гостей бібліотеки. Один з записів, покинутий в 1965-м годі, належить ім'я Віта Івану Меліжу. Кожний свідомий белорус безпрешно вспомінає, згадуває гэта творцю, видатна мастака слова, тільки добрыми словами. Тому, що йон покинул пасі себе саправдані, високомастацкі отвори, якими натхняються, які виховують, якими натхняються сьогоднішні покалінні по сутності і виховують до гетель. Усі гетель рейшу войдуть у фонд літературного музея письменніка у земляку, до його формування приступили тільки у кінці минулого года, аднак розмова об створенні почалась і ще у 2013-м годі. У якась экспозиційна пляцівки бібліотека ім'я Лініна була обрана і не випадкова. Работа по збору уникальних прадметів, зв'язанных з житем гумільських літературів, тут ведеться дално. Аднак сьогодні яна стала іще більш активна. Супрацівники отдела краєзнауства сустракаються з родними поэтів і письменніків і ведуть перамови об пополненні фондів музея. Дарайші його колекцію складуть реч літератур не тільки минулых стагодів, але і сучасних. Ганна Ковалєва, Валерій Гапанько, телерадиокампанія «Гуміль». На гэтым пакулю сьоу. С туди працювала Наталі Ігнатєнка. Усяго вам самага добрага і до нових сустріч у ефірі.